При наличии сужения сонных артерий в связи с накоплением атеросклеротических бляшек пациенту может быть рекомендована эндортериктомия сонных артерий. Сонные артерии – это крупные артерии, расположенные по бокам шеи и несущие оксигенированную кровь от сердца к мозгу. Их можно обнаружить по пульсации на шее. Если размер бляшек небольшой и не полностью закрывает просвет сосуда, то ток крови к мозгу уменьшается и может вызвать транзиторную ишемию мозга, которая называется также TIA. Такое изменение сонных артерий называется стенозом. Когда кровоток через сонные артерии полностью затруднен, как, например, при полной закупорке сонной артерии бляшками или тромбом, то кровоснабжение мозга резко страдает, что может привести к развитию инсульта. Перед процедурой эндортериктомии пациенту подключают внутривенно капельницу. Обычно процедура эндортериктомии производится под общим интубационным наркозом. Иногда процедура каротидной эндортериктомии делается под местной анестезией, при которой пациент бодрствует, а в области шеи производится локальная анестезия. Дополнительно перед процедурой пациенту назначаются седативные препараты. На боковой поверхности шеи производится разрез, начиная от уровня уха до области около ключицы. Хирург выделяет сонную артерию и производит временную остановку кровотока через сонную артерию. После чего на стенке артерии производится надрез и временно вставляется трубка для обеспечения кровотока в мозг на период операции. Затем производится удаление бляшки со стен сонной артерии. После полной очистки стенки артерии зашиваются с наложением лоскута, выделенного из вены пациента или искусственным лоскутом. Часто в ране оставляется временный выпускник для обеспечения удаления выделений из раны. После процедуры пациент переводится в постоперационную палату, где получает соответствующее лечение и находится под контролем жизненных показателей и неврологической симптоматики. Госпитализация может длиться 2-3 дня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok